...силы, которая могла бы так привлечь к Тебе любовью. Это Ты наш Господь. Аллилуйя. Мы говорим, как православные христиане, о законе, который Бог нам дал. Что Иисус Христос... Вот через три недели у нас будет Пасха Христова, где мы будем приветствовать друг друга Христос воскрес. А кто кому говорим, тот отвечает, воистину воскрес. У нас тут даже говорят, это в Татарстане, знакомый татарин, он ему говорит, Христос воскрес, ай, молодца, Христос, дескать, воскрес. Вот так. Поэтому Господь умер за всех людей. Вер много, а Спаситель один. Да. А Иисус... А не умер. ...спаситель один. Иисус не умер, Иисус живет. Умер, умер, умер. В Библии написано, умер, воскрес. Это потом. Через 600 лет написали книгу и сказали, он не воскрес. А люди умирали за воскрес. А? Не, не, не. Чего нет? Ну, в Исламе, ну, в Коране написано, что Иисус... В Коране написано. Да Коран-то, Коран на 600 лет позже пришел. 600 лет... Нет, ну, я знаю. Ну, смотри. Каждая религия, это все от Бога. Он же посланников посылал. Это, как бы сказать. На каждый период была определенная религия. Христианство. Ну, как бы сказать. Иисус, у нас написано, что Иисус, он не умер. Умер, умер. Просто Бог забрал. Он не умер. Он воскрес и умер. Воскресенье день даже отмеченный. Один, воскресенье. Вместо него, говорит, маленький мальчик, короче, попросился, чтобы можно я, короче, типа, себя в жертву, как бы, принесу. Он сказал... Да я знаю, что написано, знаю. Знаю, что написано. Вот смотрите. Вот. Какая книга? Ага. Что написано? Просчитайте, что написано? Но я не знаю арабский... То-то и оно. Не знаете. А веру свою, говорите, знаете. Почему я должен изучать вашу религию? Для того, чтобы показать. Нет. Иисус умер. Нет. И воскрес для нашего оправдания. А в Коране написано, что Он умер? Нет, не написано. Я Корану посвятил... Корану посвятил целый том книги. Сравниваясь с Библией. Все суры и аяты. Да? Да. Я могу вам... Конечно. Скажите, чтобы по одному часу... По одному часу в день считать. Сколько надо времени, чтобы прочитать эту книгу? Вы не знаете. Я вам скажу, будете знать. Не надо. Слушайте внимательно. 16 с половиной дней. По одному часу. Прочитай, да? Чтобы прочитать ее по одному часу в день, надо 16 с половиной дней. Я скажу, сколько буквы в ней. Сколько распоминается Ибрагим, и сколько в Библии Авраам. То есть, все абсолютно в сравнении. А в чем разница там в Писании, что у нас, что в Библии? Главное то, что Библия говорит. Вот внимательно только выслушайте. Деяние апостолов. 4 глава 12 стих. Нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. А в послании к Галатам, 1 глава 8-9 стих. Если бы мы, апостолы, или ангелы с неба будут говорить не то, что написано в Библии, да будет анафема. Это уже написано в первом веке. И поэтому мы знаем, откуда это все идет. Кто против? Как так? Вот мы... У нас миссионерская поездка была. У меня 38 книг вышло из печати. Я решил подарить библиотеке мира. Мы прошли 6 мусульманских республик. Только не отключайтесь сейчас. В Турцию прошли. И ночевали в доме мулы. В Баку. И мы беседовали там. Я взял для беседы римлянам 6-23. Начало начинается так, стиха. Возмездие за грех смерть. Тут же мула стоит. Жена его. Очень грамотные люди. Он на шести языках говорит. И возмездие за грех смерть. Согласились все. Я говорю, ну а дальше. Вот человек, ну сегодня совершил смертный грех. Жена там изменила мужу. Или человек убил ребенка. Его посадили в тюрьму. А утром его казнить будут. Ну, должен добрые дела. Какие добрые дела? Его уже все. Уже все. Ну, не знаете. Дальше написано. А дар Божий – жизнь вечной во Христе Иисусе. Пророк Исайя за 700 лет до Христа написал. И он изъязвлен был за грехи наши. Беззаконие нашего мира было на нем. И ранами его мы исцелились. О ком говорится? Евреи стоят и думают об израильском народе. А где? Покажите. Когда вы исцелились? От вас все страдают. Они исцелились. Зачем врете-то? Ну, Христос – это о Христе прямо говорит пророк. И далее пророк Захария говорит, только не отключайтесь. Он говорит, и продал его ученик за 30 серебряников. Вы считали это? Да. А если бы дали 29, это не Христос был бы. 300 пророчеств о Христе полностью исполнились. Где родиться, как будет проповедовать. Дали бы 31 серебряник, был бы не Христос. Вы просто, я говорю, не знаете. Вот я разговариваю с мусульманами. Большое собрание, там, имамы, мулы. Вот я говорю, скажите, пожалуйста, ученые мужи, как вы понимаете, вот человек, почему он умирает? Они отвечают мне, потому что Адам и Ева согрешили. То есть совершенно правильно, как по Библии написано. А какая цена за это? Ну, не знаете, я говорю, я вам скажу. По-человечески, если в сад ко мне ребенок залез, яблоко или что-то сорвал бы, но это в раю Адам сделал, я бы ему еще за пазуху наложил, бери, призови ребятишек, я еще дам. А здесь уже за тот подступок умерло больше 100 миллиардов человек. Миллиардов. Как это так? Так вот поэтому-то надо было человека освободить от смерти. Иисус, Сын Божий, умер за грехи людей. Он, вчера у нас праздник был Благовещение, православный праздник. То есть архангел Габраил, как у вас Жибраил, он Мария, у вас Мариям называется, он ей сказал, Дух Святой найдет ты тебя, и рождаемое святым наречется. Иисус означает Спаситель в переводе на русский язык. Вот как. Да, очень интересно, да. Так, я хотел сказать вам, сейчас расстанемся, если вас это трогает, вы можете зайти на наш канал, называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Если у вас в скайпе зайти, Игнатий Лапкин, запишите. Я понимаю, я понимаю. Игнатий Лапкин. Вы в скайпе меня сразу найдете, я один под этой фамилией, именем. Игнатий Лапкин. Вот, а если зайдете на канал, во свете Библии. А если поставите сайт, зайдете на сайт. У нас на канале 14 700 роликов. Мы строим православную деревню. А скажите, пожалуйста, а почему мусульмане усы бреют? Откуда это повеление вам пришло такое? Да. Ну, хорошо. Нет. А, нехорошо. Вы Бога подправляете. Не надо. Подождите. У меня вообще короткое. Я вчера сбрыл его, по-моему, бре. Дорогой, послушай. Вы говорите Аллах. Вы верите, что Он сотворил человека. Зачем Вы его подправляете? Где ваше уважение к Богу? Это подкаблучники. Кто под... Бог сотворил человека. Все у него есть, как надо. Уши, глаза, борода. А женщине не дал. Почему? Она должна слушаться его. Она за ним идет. За мужем. За, за. Сзади. Конечно. Я вот тут... Усы бреете. А у нас, ты сам знаешь, мужчина главный. Это я знаю. А скажите, зачем Вы на рулетке? Здесь процентов 80 мусульман. Зачем они пришли сюда? Наоборот, почему здесь православные? Я вам... Я отвечу вам. Слушай, слушай, дорогой. Зачем пришли? Я говорю, у тебя дома 4 жены разрешает вам ваш руководитель. И за Колым даром никто не даст. А тут даром 44 голые. Ты пришел сюда, жеребец. Вот зачем ты пришел. Да нет, тут просто девушки интересные. Половина голое тело показывает и все. Я говорю, вот женщина показывает, трясет грудь. Я говорю, ни одна мусульманка за 1300 лет сюда не пришла. Потому что вы чужих жен бережете. Это своих жен. А чужих ни во что ставите. Чего смеешься-то? Ты же столько раскритиковал всю эту ситуацию. Я не критикую. Я боюсь. Потому что здесь разврат идет. Содом и Гоморра. Господь уничтожит и выжит это все. Вот ты направил их на правильный путь. Ты же владеешь всей информацией. Как бы сказать. Мы прям, смотри, у вас там даже, когда церковь, девушка идет. Она же платки одевает, да? Да. Женщина. Вот вы на наши, если зайдете, вы увидите, как это наши. Я про своих говорю, наши. У нас все девочки, как в хиджабе. Только лицо видать. Какие красавицы. Так должно быть. Так и должно быть. Так и должно быть. Так вы зайдите во свете Библии, Ютуб. И вы увидите. Вот у нас, когда мы идем из церкви. И женщины. А тут работают туркмены, узбеки. И они асфальт кладут. А потом сразу увидят. Наши сестры. Мы говорим, да это православные. Нет, это наши мусульманки. А у них платья до полу. Вот такие одеты. Все светлое идут. Как сияют красавицы. Как царицы. Даже маленькие дети на руках. Все в платках. Девушку скромно скрасит. На самом-то деле. Да. Как бы сказать. Такую разратную девушку. Никто даже замуж взять не захочет. Нормальный мужчина. Никогда не возьмет ее. Это нормальное явление. Я однажды присутствовал на собрании. Там были имамы, мулы. То есть очень такое представительное собрание. Ну, мне слово дали. И я спрашиваю. Скажите, пожалуйста, уважаемая. Вот до брачной ночи. Процент сохранения девственности какой? Они меня даже не поняли. Как какой? Сто процентов. А у нас сейчас уже в восьмом классе на вторую букву алфавита называют. Ну, ладно. Все тогда. Если вы меня вздумаете найти, Игнатий Лапкин в скайпе, вы сразу на меня выйдете. Во славу Божию. Продолжение следует.